И здравствуйте, уважаемые! С вами Сигзакадж и 11 серия приключений на карте или сборке по названию Glacial Awakening. И, ребятки, собственно, после стрима, да, не будет стрима дайджеста, потому что всё, что мы, в принципе, такого важного сделали на стриме, это вот. Я достроил себе одну секцию дома, и мы также сходили немножко покопали, и всё-таки сходили вот к той деревне, которая вот в той стороне, точнее, не то чтобы деревня, а вот к тому, что там. Я вам пару серий назад показывал. В принципе, там в итоге был обычный домик, в одном из них, да, всё правильно, не было вообще ничего интересного, в другом было пара там блоков, я их тоже собрал, но, в принципе, можно было туда не ходить. И, кстати, да, я здесь себе сделал некоторое количество железочки. Кстати, офигенная вот эта штука, она со 100% вероятностью растит сразу всё, ой, тихо-тихо, и, собственно, не требует то, что я здесь делал себе колонны из песка. Штука удобная, надо будет потом посмотреть, как она, в принципе, делается, возможно, я себе хочу ещё одну, а возможно и нет, посмотрим. Но сегодня у нас с вами есть другая цель, это научиться преобразовывать руды не при помощи вот этого блумеря, а при помощи алтаря. Собственно, алтарь. Да, собственно, спасибо большое, я увидел вот эти вот штучки, но, в принципе, я пока не знаю, каким образом их использовать. Вот эта вот гритвейс, она позволяет нам вырастить дерево над ней, ну, над собой, да, которое в итоге соберёт все блоки, которые над ней, вместе этого дерева будут располагаться. Поэтому я не знаю, зачем мне это нужно, но посмотрим всё-таки квест. Я сейчас, на самом деле, не хочу это делать, я просто хочу продвинуться дальше. Я себе здесь поставлю гавочку, и нам с вами нужно себе сделать алтарь сам по себе. Где тут моя книжечка? Где-то здесь можно посмотреть, каким образом у нас с вами... Это Рутс, извините. Книжка-то Рутс? Рутс. Мне нужна не Рутс, мне нужна Nature's Aura для того, чтобы сделать себе алтарик. Алтарик у нас с вами должен быть в Natural Items, Natural Practices. Где-то оно здесь явно должно быть. Back in Ritual of the Forest. Вот он, Natural Altar. Мне потребуется вот такая вот здоровая хреновина. В принципе, хреновину, я думаю, что я себе вполне могу сделать дома. И более того, давайте-ка мы её с вами как раз попробуем сделать вот в этом вот месте. Потому что у меня здесь деревянный пол, вполне себе, я думаю, сойдёт. Да и по размеру, по-моему, наш с вами алтарь влезает, да? Если я ничего не путаю. Поскольку блоков у него получается? Раз, два, три, с каждой стороны. Нифига он не влезает. Эх, не влезает он, к сожалению, из-за стенки. Блин, зараза такая. Ну, не разбирать же. Хотя ладно. Можно, наверное, и разобрать эту стенку. Вот здесь у нас с вами не влезет один столб. Я думаю, что я готов распроститься вот с этим вот, допустим, во имя алтаря. Вот. Но для того, чтобы нам его сделать, нам потребуется приличное количество просто кирпичей каменных. И ещё всяких разных штукенций. Замшелых, в частности, да? Ну, вот смотрите, 20 из 49 у нас с вами уже поставлено. Это замечательно. Так, единственное, что, по-моему, кирпичей я здесь себе не делал. Поэтому нужно будет некоторое количество сделать. У меня 25 гладкого камня. Гадкого гладкого камня. Давайте сделаем 16. Хотя, по-моему, этого тоже будет мало. То есть мы сделаем с вами вот такие штуки. Но дальше их ещё нужно будет замшелить. Если бы я ещё помню, как из них делать замшелые кирпичи. А, вот таким образом можно делать замшелые кирпичи. Но для этого мне нужно получить себе вайнс. А это у нас с вами любой сапплинг и два вот таких вот mutation paste. Где-то mutation paste у нас ещё оставался, насколько я помню. Я его, по-моему, не весь ещё израсходовал. Вот. И давайте возьмём себе, допустим, обычный сапплинг, как обычно, для того, чтобы сделать себе некоторое количество этих самых вайнов. Две получается. Печаль. Я думал, что будет больше. А где я могу их повесить? Если я, допустим, повешу вот так. Будут ли они разрастаться? И работает ли на них baum mill? Конечно, странно. Но а вдруг? Вы знаете, что с моей любовью к ванильной механике... Я себе убил один вайн. Блин. Нет. Baum mill на них не работает. Но давайте, что ли, тогда ещё что ли сделаем? Я даже не знаю. А то это будет, я чувствую, долго и муторно. И печально. У меня ещё как раз осталось две mutation paste. И этого хватит на то, чтобы сделать ещё два вайна. Надеюсь, в этот раз у меня ничего плохого здесь не будет. Так. И один из этих вайнов мы с вами сделаем вот таким образом, для того, чтобы получить Mossy Stonebricks. Единственное, что был способ делать вот эти вот замшелые булыжники при помощи самого Nature's Ore. Если бы я единственное, что только помнил, как это делается. Погодите, а мне не Mossy нужна. Я идиотик, ребятки. И вы молчите, да? Ничего мне не говорите. Мне же нужны вот здесь блоки, которые как-то не называются. Глимерин, что-то там. Глимерин. Отлично. По-русски писать очень приятно. Но. Да не Глимерин. Господи. Я ещё и писать разучился. Не Глимерин? Как же они называются-то? Это у нас с вами Bricks. Bricks из Nature's Ore. Давайте даже, наверное, вот так попробуем поискать. Nature's Ore. Брики, брики, брики. Вот эти. Golden, что-то там, Bricks. Я их сюда себе вытащу. Вот я, блин. Ах, ладно. Ну, вайны всё равно пусть растут. Вдруг они мне для чего-то ещё понадобятся. Оно, смотрите, там Крипер радуется жизни. Прыгает такой весёлый. Не надо мне здесь полдома сносить, пожалуйста. Выйди куда-нибудь сюда. Делай свои дырочки здесь. Эй, это что сейчас было? Ну, охренеть теперь. Почему-то... Не сработал первый раз. Ладно, пофиг. Потом что-нибудь сделаем здесь себе с лужайкой. А сейчас мне нужно... А где всё? Мне нужно некоторое количество файберов. Погодите, а как файберы получать? Файберы, файберы. Они делаются не из листиков, они крафтятся. Блин, что у меня сегодня с этим самым, со вниманием? Я сегодня самый внимательный в мире Зи. Мне же нужны кусочки золота всего-навсего, да? Давайте стак возьмём, хотя это дофига. И чтобы их получить, мне нужны, да, вот, листочки, травушки, муравушки и всё такое. Возьмём листочков. Кстати, листочки, наверное, ещё есть здесь. Вот так сделаем. И сотворим себе плентфайберы. Нужно, в принципе, немного. Нужно, я думаю, что четыре. И, возможно, этого даже уже и хватит. И теперь сделать просто вот так. Четыре мне нужно. Бым! Отлично. Четыре штуки мы с вами сделали. Ну, я тут уже себе наделал всякой гадости. Какой я молодец. Прелестно! Ладно, вот сюда мы поставим эту штуку. Здесь у нас всё лежит. Здесь у нас такая штука. Такая штука. И сверху как раз вот это вот. Вот. Такая штука. Так, и давайте сразу, наверное, вот с этой стороны тоже закончим. Потому что мне не хочется очень смотреть, что я здесь делаю со своим вновь построенным куском дома, да? Это ужасно. Но, тем не менее. Где моё всё? Бык, бык, бык. И бык. Отлично. Так, ну давайте, наверное, сам по себе алтарь я настрою за кадром. И мы с вами увидимся. Ребятки, что-то мне стало лень ждать, пока у нас с вами наловятся камни. Поэтому я их просто себе пожарил. Благо здесь эта механика сохранилась. Но, дальше нам с вами нужно сделать вот такую штуку. Чизл Стон Блокс. И на это дело я думаю, что я всё-таки потрачу один кусочек железа и сделаю себе такие этот самый. Чизль! Потому что это намного дешевле получается. Обычный рецепт там уж очень упоротый. И Чизл Стон Брикс. Мне нужно четыре. Бык. Отлично. Так, остальное всё просто тупо переделать в обычные кирпичи. И, по-моему, мне сейчас должно всего уже хватить. У меня даже два вот ещё таких лежат. Они, по-моему, кстати, даже лишние. Да, вроде бы. Так, то есть, соответственно, вот так, вот так. Здесь я всё сделал. И теперь четыре... А, вот сюда ещё. И сюда четыре вот этих вот Чизлиных. Раз, два. Три, четыре. И по центру главный блок. Главный блок... Где-то он у меня здесь лежал в моих бесконечных ящиках. Вот он где лежал. И, наверное, давайте вот это в таком случае сюда скинем. Пусть они здесь себе живут. Давайте его поставим. И, наконец-то, попробуем что-нибудь с ним сделать. Бабах! Алтарь! И вот он у нас с вами начал сейчас очень активно сжирать ауру. Единственное, что почему-то только вот это вот... Только отсюда видны частички, да? Из остальных почему-то не видны. Ну, ладно. Будем считать, что типа только этот сейчас генерирует. Хотя, по факту, они идут отовсюду, конечно. Так. Теперь. Если мы с вами возьмём какую-нибудь руду. Вот, допустим, то самое железо, которое я здесь сейчас себе творил. Конечно же, что-нибудь съедим. О, кстати, ребятки. Да. На этой самой, на стриме ещё была найдена рыбацкая, как бы это сказать, место поселения. Как? Рыбацкая хижина, наверное, да? И там было найдено 15 червячков. Это как раз те самые червячки, которые можно внизу сунуть в стрейнеры. Мы сейчас с вами это сделаем. Но сначала хотелось бы всё-таки проверить, что у нас с вами будет с... Это перит. С железом в таком случае. Если посмотрим на юзаж, то увидим, что через Nature's Altar мы с вами будем получать оттуда 10 слитков. Это, конечно, ни хрена не удвоение. И, в принципе, при помощи Блумери это действительно делать выгоднее. Но мне очень лень это делать. Поэтому давайте попробуем. Единственное, что я хочу, наверное, имеет смысл себе сделать ещё один этот. Во-первых, БББ надо бы ещё себе поставить, допустим, делаться некоторое количество чаркола. Вы сейчас на меня опять будете ругаться, что... Зи, посмотри, пожалуйста, как это делать через яму. Ребятки, я не хочу это делать через яму. Честное слово. Ну, давайте сделаем... Допустим, 8. Не знаю, почему 8. И сюда ещё столько же скинем. 8. Делай мне чаркол. Я тебе хочу ещё нажарить камня. Хотя, возможно, там внизу уже что-то появилось. Секундочку. Мне нужен ещё ворм... Этот самый, как он назывался там? Мод назывался Water Strainers. Да, и там была вот такая вот ведёрка. Ага, это Iron Bar и Flower Pot. Ну, Iron Bar у меня же вроде где-то они даже были. Во. Очень не хочется делать новые, это дорого. Что касается Flower Pot, они тоже... Хотя давайте, наверное, вот отсюда свистим. Единственное, что это из кварка. Это из кварка. Он, скорее всего, здесь не будет работать. Нам нужен ванильный. Ванильных у меня нету, поэтому придётся их сделать. Из чего он там делается? Из трёх кирпичей? Ну, логично, чёрт возьми. Надеюсь, кирпичи это делаются из глины. Вы при обжарке... Да, превращаетесь в кирпичи, это хорошо. Ну, блин, даже не знаю. Дождаться, что ли? Давайте дождёмся. И готово. Жарь, пожалуйста, мне эти штуки. Здесь, видимо... А, здесь почему-то я, наверное, потом вставил, да? И давайте сразу сюда я себе поставлю делаться стак гладкого камня. Для того, чтобы тоже, если у нас там внизу сейчас ничего не поймалось, чтобы они у меня тоже были. Блин, а это-то почему так долго? Ну, арк! И вот он, наш кирпичик. Ей! Иди сюда. Так, делаем из тебя... Ведё... Тихо-тихо-тихо. Ведёрька. Ведёрька с такой штукой. Получается ведёрька для наживки. И наши 15 червячков. Единственное, что, конечно, на 3... Хотя, почему не хватит? Погодите. А, ну у меня ведро одно. Давайте всё это дело впихнём в единственный, допустим, нижний. Я вот здесь на стриме одного сюда скормил. Червяка, да? То есть, делаем просто вот так, чтобы не делать кучу этих вот ведёрек. И посмотрим, что здесь в итоге наловится. Что касается наших этих штук. А смотрите, здесь тоже уже дофига, оказывается, случилось. С камнями-то. Можно было, наверное, не заморачиваться с обычной пережаркой, но ладно. Кстати, отсюда ещё нужно будет потом взять палочки и перетащить их тоже наверх к печкам. Так, гладкие камни у нас с вами есть. На какой черт они мне были нужны? Для того, чтобы себе сделать хоппер. Хоппер, я опять забыл, как делается. Это гладкий камень и любой сундук. Что у меня? 12 деревяк. Мне, в принципе, пока одного хоппера будет достаточно, я думаю. Хотя, знаете что? Давайте сразу сделаем два хоппера. Я ещё немножко здесь себе, допустим, переведу. Деревях вот таким вот нерациональным способом переделанных, да? И сделаем себе две воронки. Дык-дык. Одна воронка будет подавать, одна воронка будет забирать. Что касается воронки, которая будет забирать, нужно будет к ней прокопаться. Потом, единственное, что я тут подумаю, каким образом мне лучше отсюда сделать вывод. Для того, чтобы вот так вот некрасиво здесь не было. Потому что мне к этой воронке нужно будет иметь доступ. А вторую воронку мы с вами, допустим, поставим с этой стороны. Вот так. И, по идее, я теперь себе сюда кладу аэронор, допустим. Он здесь должен переделываться. И переделанный вариант должен уходить сюда. Единственное, что вот что-то у меня, по-моему, тут не дорабатывает, не? Оно, по-моему, не хочет очень переделываться. Ну, ладно. Пусть оно здесь пока висит. Мы с вами посмотрим в квестах. Потому что следующее нам с вами обязательно нужно сделать себе эншен сапплинг. Ну, и оно у нас получается ритуалом. Как это ни странно. Давайте я себе подготовлю след для ритуала. И, кстати, да, у меня вырос такой тростник. Я его даже там... Прошу прощения, я его там даже немножко рассадил. У меня теперь есть дофига тростника. Я не знаю, растет ли он быстрее на песке. Не растет он быстрее на песке. Потому что там что-то кто-то из вас пишет то, что Зи не знает ванилу. Другой человек пишет то, что Зи не знает ванилу, потому что песок не ускоряет рост тростника. В общем, разбирайтесь сами с вашей ванилой. Мне это как-то не сильно интересно. Так, 60 таких штук есть. Господи, 60. 16, конечно же. Теперь нужен один голд лиф. Точно был нужен, я помню. И, по-моему, там было что-то... Я забыл, зачем я сюда пришел. Блин, как он делался там. Энджин сапплинг. Давайте его, наверное, себе вынесем. Для того, чтобы каждый раз не открывать книжку, да? Ритуал. Семечки, цветок... А, два цветка. Красный цветок, зеленый цветок, обычный сапплинг. Обычный сапплинг, естественно. Красный цветок, желтый цветок. Это есть. И что-то там было нужно еще. Что там могло быть нужно еще? Семечки. Семечки есть. Великолепно. Пойдемте попробуем... Нет, сначала пропустим ночь. И, кстати, да, отличная идея. Попробовать поставить фертайл соил вместо обычной земли под центр. Это, по идее, меня избавит от необходимости использовать бонмил. Давайте всем выключим. Блин, дурацкие криперы. Надо уже действительно разобраться, как работает FTB Utilities, да? И сотворить им. Ой, я забыл же. Знаете вы, что я забыл. Ладно. Так. И вот так. На нашу плодовитую землю. Плодовитую плодородную. Давай. Бам-бам-бар-бам. Яшки-машашки. Там что, не знаю, нужно говорить. Расти, короче. Ты на плодородной земле. Ты на плодородной земле расти. Может, вот это ему мешает? Ребятушки, он не... О, вырос. Ну, что-то это как-то... Ну, хотя ладно. С другой стороны, мы с вами не потратили ни одного бонмила. Но, если честно, я был уверен, что это будет быстрее. Так. Дай мне, пожалуйста, этот, Engine Suppling. Вот. Единственное, что... Вот теперь вопрос. Учитывая то, что мы с вами сделали ритуал в доме. Где мне логичнее всего поместить этот Engine Suppling? У меня, более того, есть земля. Я думаю, что за домом. За его пределами. Единственное, что я опять вот не помню. Наши эти Engine Suppling, по-моему, делают уже из себя... Саплинги, собственно. То есть, когда вырастет дерево, если я его срублю, у меня есть шанс, что я получу саплинги. Главное, здесь не падать. Давайте, допустим, где-нибудь вот здесь себе около окна. У меня нечетный дом, как обычно. Вот здесь, допустим, да. Посадим себе этот древний саплинг. Бам. Единственное, что вот здесь бы тоже не помешало взять либо Bonnville, либо что-нибудь типа того, чтобы эта фигня выросла. Ладно. В принципе, теперь можно, наверное, посмотреть, работает ли, в принципе, наш вот этот вот алтарик. Или ему что-то там не хватает. Потому что, по логике вещей, сейчас у меня там уже должна была переделаться, ну, хотя бы одна железка. Потому что, насколько я помню, алтарь работает достаточно немедленно. То есть, не понимаю, если он сейчас здесь не сделал, то ему, скорее всего, что-то не хватает. Смотрите. Он нифига не сделал. Алтарь. Я что-то не то сделал? Дайте мне секунду. Конечно же, я что-то не то сделал. Нам с вами требуется трансмутационный катализатор для этого. И для этого, к сожалению, нужен Ingot of the Skies. Так что, в принципе, ребятки, с удвоением, точнее не с удвоением, а с обработкой рут, нам с вами придется, к сожалению, повременить. Ну, ладно, не очень-то и хотелось, да, что называется. Вернем это все дело сюда. Но, мы же с вами по квестам идем. У нас с вами получился квест на саплинг, и нам с вами за это дали еще один саплинг. По этому поводу нужно будет себе взять еще одну землю. Почему здесь земля, а не фертая сойл? Ну, собственно, потому что эти саплинги там вырастут и будут там себе стоять спокойненько, и все. Я даже два, пожалуй, возьму. Ночь пропускать не надо. Давайте в таком случае я возьму себе немножко бонмила, и мы их немножко вырастим. И дальше пойдем по квестам, потому что, в принципе, для того, чтобы сделать себе алтарь, нам с вами где-то, вот, офферент рейд. Необходимо дойти до туда. Так, нужно получить джангл саплинг. Ну, при помощи ритуала трансмутации, да, а я, по-моему, джангл саплинг получал себе каким-то другим еще способом здесь. Нет, не получал? Не получал. Ладно, ритуал трансмутации. Это снова, насколько я понял, как мы с вами преобразовывали тыкву в арбуз. Да чтоб тебя. Отключись. Вот. Так, это у нас рутс. Ритуал трансмутации. Ритуалы. Трансмутация. Ну да, блин. И ох уж мне этот рецепт. Оказывается, ребятки, мы с вами можем только из березы сделать джангл, но для этого мне снова нужна паста. Я, в принципе, за кадром все для нее подготовил. Но, если честно, меня вот этот рецепт начинает вымораживать. Так, и мне нужен гриб или картошка. Кстати, у меня, по-моему, где-то была картошка. Мне какой-то добрый зомби, кажется, ее дал. Или не зомби. Или мне ее дал этот самый ходячий овощ. Здесь есть такие с ножками. Так, отлично. Бердж саплинг две штуки нам с вами ожидали. Я, вроде, все остальное себе тоже подготовил. Осталось это дело посадить и вырастить. Бонмилл есть? Есть. Я думаю, что расти ты будешь, ну, допустим, здесь. Я думаю, хватит высоты там. Так, где Бонмилл? Надо тебя растить. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не вымешь, что тебе не хватает чего-то здесь. Блинский нафиг дурацкая береза. И куда мне тебя вот здесь где-нибудь выращивать? Здесь тоже ведь может не хватить. Давайте вот здесь вырастим. Надеюсь, что хотя бы здесь мы с вами сможем ее впихнуть. Дурацкую березу. Блин, опять тут упал кусочек какой-то земли. Ладно. Поставим вот так. Расти. Ну, расти. О, выросла береза. Отлично. Теперь я могу со спокойной душой здесь делать этот самый ритуал. Единственное, что я себе опять не взял поджигалду. Давайте скинем вот это, вот это и вот это. И, кроме того, вот это и печку. Раз и два. Так, этот самый, да, поджигалду действительно не взял. Но вроде мы с вами ритуал выставили правильно. Я нигде не налажал. Иди сюда, поджигалда. А, кстати, да, на стреле мы с вами сделали кирку из рутс. Она сама себя чинит. Это хорошая кирка. Потому что здесь это лучший вариант. Так, по идее сейчас все листья, которые мы здесь видим из этой самой, из березы, должны превратиться в джунглевые. И все бревна из березы также должны превратиться в джунглевые. Надеюсь, что мне с этих листьев выпадет цаплинг. У меня для этого, кстати, насколько я помню, был круг. Вот это вот дурацкая штука. Вон, смотрите, пошло. Погодите, ты что, по одному это делаешь? Мне сейчас придется ритуал 20 тысяч раз здесь делать? Это что, это все, на что ты способен? Ты нафиг? А, нет, вон там тоже что-то преобразовалось, смотрите. Блин, то есть он мне сейчас еще и не все преобразует, да? Ну, погодите, если мы с вами посмотрим книжку. Или это не в книжке было. Вот. Birch leaves will transform into jungle. Давай, преобразуй мне листья. А я пока пошел за кругом. Где-то он у нас с вами здесь был. Кстати, вот интересный вопрос, где именно? Я что-то его очень давно не видел. Потому что я так подумал, что а нафига мне такая штука? Во. Которая нам с вами, по идее, со 100% вероятностью должна дать цаплинг. Блин, а процесс-то оказывается не быстрый. Ну ладно, за кадр. Давайте дождусь. Ну, что я могу сказать? Все печально. У нас здесь все прогорело. И получилось у меня, вот, допустим, раз, jungle leaves. О, мы с вами с него получили цаплинг. Отлично. Два jungle leaves. Три jungle leaves. И с них мы уже не получаем цаплинги по какой-то непонятной причине. То есть он что, не за 100% вероятностью все-таки мне его дает, да? В любом случае, я бы себе хотел еще оставить на всякий случай этот самый цаплинг березы. Поэтому давайте я, пожалуй, порублю этим кругом все остальное. Блин, а что он так хреново начал цаплинги-то выдавать? Ну, главное, что он мне самый первый дал. О, бёрдж саплинг у нас с вами тоже появился. Мне бы, конечно, парочку, потому что не хотелось бы этот ритуал каждый раз здесь запускать. Сколько у меня в итоге получится? Так, получилось 4 саплинга березы, 2 саплинга джанглового. Окей. О, 3 саплинга джанглового. Ладно, это не очень страшно, не очень плохо. Я думаю, то, что я все-таки саплинги положу сюда. Да, здесь так ок. И один мне был нужен по квесту, остальные пусть здесь лежат. Если что, я их засуну в бонсай, мы с вами там их будем размножать. Не надо забывать, что здесь есть такой читерный мод. Так, за это я получил 5 уровней. Вот, спасибо. Так, алмазы. Получить алмазы при помощи Sentient Core, да? Sentient Core. Что такое Sentient Core? Sentient Core. Это какой-то азун. А где мне взять вот этот вот азун? Простите. Может быть, его надо где-то было накопать? Но у меня, по-моему, здесь не было никакого азула. Ага, вот он как зараза делается-то, блин, ты горелый. Во-первых, он делается изначально в блоках, но делается он из вот этого роу-азул блока при помощи ускоряющей трубы. А роу-блок делается из Mysterious Dust. Это... Ладно, окей, сделаем. Кристального блока сделаем и глины. Сделаем. Ох, ох, конюшки, ну давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. Сколько у меня только еще кристаллов осталось? Вот, он один остался, блин. О-о-о-о, дайте мне секунду, короче. Ушел за кадр. Так. Надел я себе кристальных блоков, на всякий случай, с запасом. Теперь нужно каким-то образом попробовать понять, как работает вот эта вот амплификационная фигня. Я возьму прям-таки сразу все шесть. И пойдем это дело выставим на улицу. Но как? А, погодите, мне сначала нужно же скрафтить эту хрень. Я это могу, может быть, здесь сделать? Что-то типа вот того там было. Во. Азуль блоки. Азуль блоки! Кому азуль блоки? Давайте прям вот здесь это и поставим, где Крипер нам нагадил. Прямо по центру. На то, чтобы Крипер на это дело смотрел и... Как это называется? Чтобы ему было стыдно. Уйди, пожалуйста. А, кстати, да, ребятки. Опять же, на стриме было принято решение, что у меня мои сабскрайберы твичовые и ютюбошные, в принципе, если... От второго теера, правда, да? Будут в виде вот этих вот животных. Но единственное, что нужно будет потом посмотреть, как это лучше сделать. Возможно, я пока возьму просто список тех людей, которые играют на сабсервере. Как бы мне поставить еще вот этих вот труп? Труп амплификационных. Потому что у меня их еще четыре есть. И вот так, да? Где мое топорилдо? Могу ли я, кстати, топорилдо и здесь стильдо это дело срубить? Могу. Немножко больно, правда, было. Так, и теперь типа... А, все, смотрите, азуль блок. Все, мы его взяли типа и поставили сюда следующий, да? Вот так же это делается. Теперь из этого я могу себе вполне сделать азул инготы. Это ништяк. И нацепить на себя красивые модные сапожки за это дело. Так. И последний блок. Если честно, я думал... Ой. Если честно, я думал, что это будет сильно дольше. А это как-то даже очень, даже быстро. Но, видимо, из-за того, что у меня шесть блоков стоят вот на этой вот трубе. Давай, давай, давай. Переделывайся последний. Отлично. Я это даже здесь оставлю. Этот монумент. Чё-нибудь как-нибудь его, конечно, украсить бы по-хорошему надо. Ладно. Так, у меня получилось много вот этих азуль инготов. И мне теперь нужно себе сделать Sentient Core. Это Glowstone и это лазурит. Лазурит у нас с вами точно есть. Glowstone, по-моему, тоже где-то был. Ну, потому что он здесь растёт буквально. Вот 31 у нас с вами есть такого. И немножко азурита. Давайте сделаем... Сколько? Три бы мне сделать и... О, нифига себе. Я сделаю восемь в таком случае. Больше мне, наверное, не надо. Вот восемь, по-моему, самое то. И для того, чтобы получить из этой штуки алмаз, нам с вами нужно дать катализатор. Катализатор это блок Redstone и синий камушек. Голубенький. Блок Redstone. Я думаю, что мы с вами сдюжим. Девять. Иди сюда. А вот что касается камушков голубеньких. Ууу, 15 штук. Вот они же, да? Вы же? Где у нас с вами? Это коринг. Коринг. Да. Отлично. Давайте попробуем. Поставим блок Redstone сюда. Да. И, соответственно, вот эти вот наши мощные ядра. И их заинфузим голубеньким. Процесс пошел. И дай мне алмазы. Вещь. Ей, алмазики. Уи. Все, я получил алмазы. Ну, единственное, что, конечно, мне было бы приятнее, если бы я их накопал. Вот честное слово. Зачем мне столько алмазов нужно было? Сколько, кстати, нужно было получить алмазов? Нужно было получить Diamond Ore. В смысле, погодите, я же его получил. Мне его нельзя было срубать? Мне его нужно было как-то с Silk Touch, что ли, взять? Не понял. Ребятки, я реально не понимаю, каким образом можно получить Diamond Ore в таком вот виде. Потому что, согласно нашим квестам, у нас здесь с вами написано, что используете Sentient Ore. Sentient Core, точнее. Что мы с вами здесь и использовали. Я вот себе, на всякий случай, сделал еще три вот этих вот алмазных руды. Но мне квест так и не зачитывается. То есть, как-то я его должен все-таки взять. Как я это должен сделать, понятия не имею. Потому что единственный вариант, это комбайнер из механизма, да? Который из, как бы, алмаза плюс ковлы получал бы мне вот этот вот, ну, как бы, руду, да? Либо я опять слепой и не вижу рецепта. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете, то напишите в комментариях. А сейчас мы с вами будем прощаться. С вами был Zig the Hedge. Надеюсь, что вам понравилось. Большое спасибо всем вам за поддержку. В частности, Литариусу. И, конечно же, всем остальным ребятки. Не забывайте то, что ваши комментарии, лайки и то, что вы досматриваете серии до конца, так же важны, как и финансовая поддержка. Хотя за это вы не платите решительно ничего. Вот, с вами был Zig the Hedge. Увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо.